Доброго времени суток всем любителям рукоделия и с вами я Татьяна из города Санкт-Петербург. На дворе вторая половина апреля, вторая половина весны, а у нас валит снег хлопьями. Настроение совершенно не для прогулок, но зато всегда есть время порукоделить в мягком удобном кресле с любимым рукоделием. И я приглашаю вас сегодня посмотреть видео о моем рукодельном уголке. Я думаю, что мне придется это видео разбить на две части, так как вряд ли я смогу вместить все, что хочу вам сегодня показать. Вышиваю я возле камина. Камин, конечно, не совсем настоящий, вытяжки в нем нет, но зато он прекрасно согревает нас в холодную погоду. Его свет мягко распространяет свое тепло и уют. Вышиваю я на вот этом кресле. Это кресло очень удобное, оно качается при необходимости. У него есть еще одна очень удобная функция. Если у меня устали, затекли ноги, то вот эта штука поднимается и ногам всегда удобно. Есть у меня вот такой рукодельный вышивальный комодик. Этот комодик разделен на две части. В общем-то, первая часть целая, большая, используется по назначению. Здесь находится бисер. Сейчас я вам отдельно покажу. И сверху стоит отдельно снимающаяся часть, которая называется трей. Трей представляет собой съемный ящичек, вот такой, вот он по размеру, сантиметров, наверное, 12, с боковыми ручками для удобства, чтобы его можно было брать, снимать с комодика, ставить к себе на руки, на колени, ну или на столе, кому как удобно. В нем два ящика, выдвижной ящичек, в котором лежат все необходимые мелочи. Ну, в моем случае это маркеры, необходимый бисер, салфетки для очков, ну, по мелочи, да, наушнички и так далее, ручки, магнитики и так далее. Ну, еще запасные ножнички, может быть. Все это удобно иметь, никуда не нужно тянуться под рукой. Второй ящик, он представляет собой вот такую, вот такую вот конструкцию. Здесь у меня процесс мой вышивальный лежит. Ну, необходимый опять же под рукой, иногда не хочется, иногда не хочется мне тянуться, допустим, за той же пилочкой. Какие-то ложечки, магнитик для иголок. Ну, вот всякие необходимые мелочи. Чтобы они просто в ящике не лежали, я использую вот такую вот пластиковую штуку. Наверное, это из-под каких-то печеньев или вафель, ну, не помню я на самом деле. На крышке данного трея имеется вот такой вот откидной пюпитр, на который мы ставим либо планшет, либо телефон. Ну, кто к чему привык на самом деле смотреть YouTube там или видео, слушать ее книги и так далее. Здесь я прикрепила мягенькие, вот такие мягкие, приклеивают их на табуретки, чтобы не царапали пол и так далее. Это чтобы, если крышечка упадет, чтобы просто не оббила вот эти углы. И приклеила на двухсторонний скотч магниты для иголок, ну, или для ножничек. Вернее, одну для иголок, одну для ножничек. Вот в данном случае это удобно вот таким образом. Как вы можете заметить, сам комодик без трея, небольшого размера, он тоже имеет ручки, которые помогают нам переносить тяжелый комод в другое место, в другой угол или в другой мой рукодельный уголок при необходимости. Этот комодик, или назовем его в данном случае, служит мне тумбочкой. Тумбочкой, на которую я ставлю при вышивке мусорничку, катушку ниток. Ну и, что греха таить, кружку с чаем. На самом деле, все необходимые принадлежности лежат у меня в трее, и я редко пользуюсь данным видом, вот этим ящичком. И в нем лежат такие какие-то мелочи, которые мне редко бывают нужны. Ну, сейчас мы сюда с вами заглянем. Он тоже имеет откидную крышечку. Ну и тут лежит клей, мешочки для бисера, ценники, ниточки для бисера, ну и какие-то иголочки, в общем-то мелочи, я же говорю, которые... Ну и, собственно, в нижних ящичках, мое богатство, у каждого свое, наверное, богатство, в моем случае это бисер, лежат запасы по номерам. Я держу бисер не по цветам, он у меня все-таки хранится по номерам. Мне удобнее, потому что у меня есть каталог, я вам сейчас его покажу. Нижний ящичек, он тоже размера побольше, в нем нет ячеек, но в нем лежит неразобранный бисер, который я вот или недавно купила, или его большие запасы у меня. В общем, на самом деле, этот ящичек тоже мне удобен, потому что, ну, необходим. Бисер оказалось у меня очень много, и я бы такая, что у меня был еще один такой комодик, но, увы, к сожалению, некуда ставить, и стоит он не очень дешево. Немножко не рассчитала, надо было заказывать комод побольше. С комодиком и строим все. Есть у меня на камине еще один такой пятачок. Если у меня два процесса в работе, то иногда я пользуюсь, конечно, своим камином. Я это не очень люблю, он у нас с декоративной целью стоит здесь, и загромождать его, особенно своим рукоделием, совершенно не люблю, но иногда приходится. Здесь у меня сейчас процесс. В трей его вряд ли можно будет уместить, в принципе. Это полная зашивка, большая картина от золотых ручек. Я вышиваю вот в этом комодике. Вот таким образом. Этот комодик, ой, извините, на этом подносике. Поднос такой бархатный, с него, в принципе, ничего, никуда не девается. И он у меня на коленях точно так же лежит, он очень легкий. И здесь я достаю необходимые номера бисеров. Бисера. Бисер вот у меня лежит в таких коробках, видите, размер, да? Я не знаю, что может уместить. Поэтому, ну вот, пока лежит здесь. Достаю, если вышиваю этот проект, беру его с камина. Если вышиваю маленький проект, который лежит сейчас в трее, достаю, беру на руки свой трей. Так же в рукодельном уголке у меня стоит вот такой торшер. На нем, как вы видите, имеется держатель для схем. Вот такая вот прищепочка. На нем имеется лупа. При необходимости, если мне нужно что-то рассмотреть, она легко вытаскивается, она легко гнется. Ой, нет, хотела вам как-то подальше, не получилось. Извините. Вот, это лупа, которой я пользуюсь периодически, если не могу разобрать цвет или значок. И у него очень удобная вот такая лампа. Она гнется тоже во все стороны, под удобным мне углом и так далее. В общем, уголок у меня совершенно незатейливый, обычный, но все очень удобно и компактно. На самом деле, немногие, наверное, даже могут похвастаться, что есть в квартире место, где их никто не трогает. На самом деле, я забуряюсь сюда вечером, все мои укладываются, а я здесь спокойно могу до полночи вышивать, никому не мешая. Ну и почему я не хороню по цветам свой бисер? Потому что у меня есть карта цветов пресиоза. К сожалению, здесь, конечно, не все цвета. Сейчас вышло очень много цветов. Я стараюсь максимально сама пришивать те, которые не обнаруживаю в этой карте. Вот, все на таких прослоечках. Смотрите, как здорово. Эта карта меня много раз уже выручала. Она мне действительно обошлась не очень дорого, но она очень-очень удобна мне в работе. Я думаю, что она, наверное, каждому была бы в работе удобна, кто вышивает бисером. Вот, ну и скромненько, худо-бедно я вот оформляю, сама пришиваю те цвета, которых нет в этой карте. Пусть это не очень красиво, потому что, если я буду ждать, пока я все цвета соберу, то я вообще никогда не заполню свою карту. Потом, может быть, когда-нибудь, в принципе, когда уже все цвета, отсутствующие в этой карте у меня здесь будут, я наведу больший порядок. Но пока меня все и так устраивает. Ну и, наконец, моя волшебная папочка, в которой записаны по номерам все имеющиеся у меня цвета бисера. По количеству, по цвету. Вот, двойка, все на тройку, все на четверку и так далее, и так далее. До самой девятки. Ну, естественно, у меня есть запасные листочки. Конечно, мне здесь тоже не мешало бы навести порядок. Набирать на компьютере пока не вижу смысла, потому что бисер все время докупается. Где-то вот уже и места не хватает. И черкать приходится, потому что что-то заканчивается или что-то добавляется. Ну, в общем, в целом, все мое хранение выглядит хранение бисера именно так. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Мне было приятно поболтать с вами, похвастаться, наверное, своим маленьким рукодельным миром. Всем желаю приятного проведения вечеров. Возле такого камина, может быть, у кого-то есть настоящий камин. Возле печки сейчас очень холодно, все отапливаются на дачах. Возле костра, в лесу, на природе. Ну, кому было интересно, присоединяйтесь ко мне в следующих видео. Буду вам всем очень рада. Всего доброго, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok